Здравствуйте! Добро пожаловать в Ставрополь на матч второй лиги. Это первая группа и в девятом туре, прошу прощения, Ставропольская Динамо принимает Нальчикский Спартак. Так началась встреча. Держит мяч спартаковцы. Позади треть первого тайма и вообще ни одного момента. Очень осторожная и спокойная игра. А вот сейчас момент, и не просто момент, а гол. Никита Белоусов идеально отклеивается от защитника и отправляет мяч в ворота. Снова Динамо очень активно прессингует. Вот что-что, а именно этот элемент игры у команды хорошо поставлен. Но Спартак не просто выходит из-под этого прессинга, а бежит в очень опасную контратаку. Выхода один на один не будет, успевает подстраховать Дмитрий Кобесов. Но атака Спартака продолжается. Навес, удар и прямо в руки Зернаеву. Здорово выбрал позицию галкипер в бесконечные стандартные положения, свободные. И в общем, футболом это назвать будет сложно. А вот ответ Динамо. И очень похожая ситуация, которая несколько минут назад возникла перед воротами хозяев. Действует лучше. А сейчас и выбегают Динамоцы в контратаку. Суанов. Нужна ему поддержка. А может быть и сам Суанов все сделает. Но как же здорово его накрыл Игорь Масленников. Спартак очень ловко стал ловить противника на контратаках. Ну а Динамо по-прежнему ничего нового, кроме заброса. Вперед при начале атаки придумать не может. Здесь надо было Анзору Хутову, конечно, чуть лучше обрабатывать мяч. Но и так получилось неплохо. Удары за пределы штрафной. Еще момент. Удары. Какое спасение. Зерна. Подхватывает Динамоцы мяч. И вот момент. Удар. Но как же не попадает Альберт Курачинов. Щитников после подачи углового. И бил в упор. И вот сейчас момент. Но вот может быть дальше падение в штрафной. И что? Арбитр показывает, что угловой. Внешней стороной стопы выкручивается мяч. Удар в дальний угол. И гол. Ну и прошла атака у Динамо. Руслан Суанов. Второй гол забивает. Перехват Спартака. Вот здесь было очень опасно. Что неужели все-таки арбитр показывает, что имело место офсайт. Так, посмотрел сейчас на бокового Хачиров. Ну что, подводя итоги первого тайма, хочется сказать, что игра такая была неравномерная. Исполняющий обязанности директора Хасанби Эдуардович Биджиев. Состав команды Динамо Ставрополь. Владислав Зернаев. Передача направо. Активнее начинает Динамо. Второй тайм. Навес удар и гол! Дэвид Бегулаев. Начало атак Динамо. Оно не меняется. Заброс от защитников. Но, правда, проходить стали они. На второй тайм передача. И как же Бегулаев сейчас не подстраивается под удар. Здорово. Суанов мяч протащил через правый край. И отдал на сайт мяч над полем. Подбирают его Динамовцы. Опасный момент. И не сумел в касание. А именно так нужно было. Да, спасибо большое. Но сейчас не об этом. Какую ошибку допускают Динамовцы. И Хачирова успевают накрыть в последний самый момент. Отнимают мяч Динамо в центре поля. Плотнее они стараются действовать. И тут же заброс вперед. Здесь есть перевод на фланг. И успеет вратарь. Первый к вичу. Нет, не успевает. И 3-1. Еще один заброс вперед. Курачинов. Ну и фолят на нем футболисты Спартака. И это не просто фол, а еще и желтая карточка. Курачинов правоногий. Пучков левоногий. Кто из них будет наносить удар, мы сейчас увидим. По идее, конечно, для Пучкова удар обводящий. Нет, Курачинов. Ух, молодец. Ух, молодец Митсаев. И эти стандарты сегодня вещь очень опасная. Ух ты! 4-1. Да, ну Митсаев как до этого классно сыграл. Выручив свою команду после стандарта. Также и сейчас. А что здесь офсайт показывает арбитр? Спартаковцы большими силами, даже не в штрафной, а во вратарской соперника. Следует навес. И Зернаев как здорово играет. Вот это в пользу динамовцев, которые так отгоняли соперника, оберегая мяч, дабы он ушел за пределы поля. Желтую карточку получает. Ух ты! Еще и красная. Макоеву. Да, вторая желтая. Первое удаление. За два предупреждения получает этот игрок. Разыгрывает стандарт. Ух ты! Вот это закрутил сейчас ближний мяч Курачинов. В двух матчах забили друг другу всего один гол. Зернаев дотягивается до мяча. И что, пенальти? Кажется, попадание в руку было кому-то из футболистов Динамо. Казалось, уже все ясно. Хозяев идут плюс два. Еще удален соперник. В итоге пропускает второй мяч. И три-два. Ошибается Спартаковца на своей половине поля. Хорошая передача направо. Удар! И выше Семен Пучков отправляет мяч. Но, возможно, как раз и точным он был. Но Мецаев спасает команду, перекидывая мяч через перекладину. С этой же точки. Ну что, или что-то новенькое придумают. Или Курачинов будет бить. Нет, теперь на вес штрафной. Слишком сильно вырезал мяч Семен Пучков. И Клупов. Но он совсем один. Нужна, конечно, поддержка Спартаку. И нужно, несмотря на игру в меньшинстве, переходить на позиционную атаку. Но здесь и быстрая хороша. Три-три! Спартак! Усилиями Анзора Хутова сравнивает счет. Пучков. Покинул поле Курачинов. Поэтому сменился исполнитель стандарта. Зависает мяч. Но удар перекладина! Какая концовка в этой игре! Какой же финал! Причем финал-то этот открытый еще! Есть офсайт! Нет! И вот это Зернаев сейчас спас команду. Нет, никак у Динамо не получается перейти половину поля. Ну, а Спартак сейчас торопиться явно не будет. Подготовит он заключительную атаку в этом матче. В этом уже мало сомнений. Потому что, да, было две замены. Но уже 95-я минута и стекло время. И даже компенсированное. Мяч штрафной Динамо. Удар! Гол! 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 Спартак! Сверх волевая победа! 4-3! В меньшинстве все тут прибежали. Как, знаете, обычно в кубковых матчах бывает. Это невероятно! Спартак! 4-3! В меньшинстве в Ставрополе! ...эти эту атаку. Роскошный матч. Роскошный второй тайм абсолютно от Ставропольского Динамо и Спартака. Еще и будут секунды. Но все! Звучит свисток. Это победа красно-белых. Могли ли они о таком предположить? Мы же поздравляем Спартак с этой невероятной победой. Пусть команда отпразднует этот успех. Да, вот на табло. И это, я думаю, кто-нибудь фотографию обязательно сделает, чтобы так потом лет через 5-10 взглянуть и узнать. Ух! Вот это была игра! Субтитры определяем. Спасибо за Богу!